Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей портала Экзегет. И вопрос сегодня такой. Является ли изменой переписка? Ну, вообще, да, в глубоком смысле слова, это не прелюбодейство, ни в коем случае. И это не смертный грех, это не основание для скандала, не основание для расторжения брак, не основание для того, чтобы кто-то начинал манипулировать другим человеком, но это измена. Она происходит в душе. Если наша совесть или кто-то другой в ее виде обличил нас в том, что это вот нехорошо, надо смириться, прекратить переписку, спустя какое-то время поблагодарить Бога, что он послал этого человека, пока не случилась беда, пока не дошло до более тяжелого греха. Это, в сущности, называется таким особым родом флирта. И, разумеется, речь идет не о любой переписке, а о переписке, где нам интересен другой человек. Вот мы начинаем общаться с ним, и, казалось бы, ничего, просто, ну, друг, мы просто общаемся. Но он нам интересен. Он нам интереснее мужа. Мы же с мужем так не общаемся. Час в жизни, когда бы мы могли пообщаться с мужем вживую или по переписке, мы тратим на другого человека. Тратим не потому, что такова воля Божья, не потому, что он нуждается в этом, и мы помогаем ему как-то перебороть уныне, а потому, что это нам интересно. То есть наше сердце в этой переписке, значит, мы сердцем не преданы всецело мужу. У нас есть интерес на стороне. Наше сердце радуется, ликует, и это мы не только никак не связаны с мужем, мы не собираемся делиться этим с мужем. Скажем, конечно, повышение по службе там, или похвала начальника, или успешно сданный проект, это тоже радость, но мы же спешим, когда все честно, поделиться с мужем. Или даже вот некий человек нашелся, скажем, вот у священника же много людей, в том числе и женщин, и девушек, которые звонят, пишут, и нуждаются в утешении. И это делаешь, потому что это твое служение, потому что переживаешь за человека. Но в том и дело-то, что когда это честно и чисто, ты радуешься за другого человека, эту радость разделяешь со своей супругой. Ты говоришь об этом детям. Смотрите, вот, был такой человек несчастный, теперь он счастливый. Был такой в грехе, а теперь он радостный и примиренный с Богом. Или наоборот, делишься горем. Вот, был такой человек. Все мои усилия оказались напрасны. Я ничего не смог сделать. Жаждешь утешения от семьи. И это вот показатель нормальности этих отношений. А если ты скрываешь, если есть радость, которую ты не спешишь разделить с мужем, если есть горе, которое ты не изливаешь перед мужем, значит, есть кусочек сердца, который не отдан мужу. Вот в этот кусочек, даже если поначалу в этом нет ничего плохого, лукавый сатана, бес, и будет вбивать свое кол, расшатывая наше сердце и в эту трещину вливая яд, разрушающий наше целомудрие и нашу верность. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok